Всю прошлую неделю Касымжамарт Такаев принимал поздравления. Президенту Казахстана исполнилось 66. Две трети своей жизни он посвятил большой политике. И если эта страница биографии Такаева хорошо известна, то о детских и юношеских годах нынешнего президента знают совсем немногие. Репортаж нашего корреспондента из Казахстана Кирилла Харламова. На четвертом этаже, на стыке, вот первое окно, которое выходит на Фурманово, и три окна по Шевченко. В этом доме в центре Алматы все детство прожил будущий президент, рассказывает Максат Нурмагомбетов. С Касымжамартом Тукаевым они познакомились больше полувека назад. Вы как школьники прогуливали уроки? Да, ну не без этого. Если мы прогуливали, то мы не шли в кинотеатр Целина здесь. Потому что все учителя знали, что где искать. Наверное, в кинотеатр. Да, мы уходили в кинотеатр Казахстана. Сейчас школа, где учились друзья, на капитальном ремонте. Очень у них дружный класс, надо сказать, был. И поэтому для него это очень было тепло и очень проникновенно. В классе Тукаев был одним из лучших. Тяготел гуманитарным наукам и проявлял интерес к писательству. У него уже пять книг. Но человек уже чувствуется, владеет пером. Читая книги отца и читая книги Хасим Жума Аткиемича на казахском языке, чувствуется единый стиль. Отец Тукаева, Кемель, известный казахстанский писатель, автор многочисленных рассказов. Коллеги по цеху называют его основоположником детективного жанра в республике. Оторваться от его книг было невозможно. Интрига остается до последней страницы. Чем закончится история? Село Кальпей является родовым гнездом семьи Тукаевых. Здесь жили его предки. На этом месте до середины 50-х годов стоял дом, в котором свое детство провел отец нынешнего президента Кемель Тукаев. В середине прошлого века дом снесли, а на его месте построили совхозные дома. В 83-м году я учился в 9-м классе. Тогда Кемель Тукаев был исполнил 60 лет. Тогда здесь был творческий вечер, творческие встречи. И я до сих пор понял эту встречу. Тогда он рассказывал о голоде 30-х годов, из-за которого пришлось переехать из родного села. И о том, как 18-летний мальчишкой ушел на фронт. Семья Кемель Тукаева передала нам вещи. Кемель Тукаева, вот видите костюм, на нем столько орденов. В 42-м он попал под Сталинград, получил первое ранение. Поправив здоровье, вернулся на передовую. Кемель Тукаев был командиром отделения автоматчиков. Его задача – спасать экипажи подбитых танков с поля боя. Он с боями прошел до Польши. В Польше был ранен. И потом в Омске он лежал в госпитале очень долгое время. Ему хотели ампутировать ногу, но он не дал. Сила воли у него была. И он выстоял. Смог победить эту болезнь. После войны Кемель Тукаев, награжденный медалями за отвагу и орденом Великой Отечественной войны второй степени, уехал в Алматы. Здесь он познакомился с сотрудницей педагогического института иностранных языков Турарша Барбаевой. В 53-м у них родился сын Касым Жумарт. Отец привил ему любовь к чтению, мать к иностранным языкам. Тукаев владеет французским, английским и китайским. У Тукаева длинный послужной список. После МИДа он был премьер-министром, государственным секретарем, спикером парламента. А в конце марта этого года Нурсултан Азарбаев предложил кандидатуру Тукаева на пост главы государства. Кирилл Харламов, Самат Кельмбетов, программа «Вместе».